Всем привет! Сегодня я буду рассматривать жилой комплекс Ленина 8 от застройщика Принцип. И в этом видео я разберу трехкомнатную. В этой трехкомнатной квартире что есть? Есть спальня родителей, есть детская комната, есть кухня и есть гостиная. И они разделены. Трехкомнатная, потому что гостиная считается одной комнатой. Давайте посмотрим, что в этой квартире так, что не так. А не так в ней все! Начиная с прихожей. Смотрите, как прихожая здесь организована. Когда мы попадаем в прихожую, справа мы видим смешной гардеробик, который размером с коробку из-под холодильника. Чего вы там повесите, друзья? Ну две куртки и больше ничего. Ну пару пар обуви поставите. Прихожая маленькая, которая является еще и частью кухни. Более того, прихожая расположена абсолютно нелепо, потому что через нее мы будем постоянно ходить из гостиной на кухню и в другие комнаты. И растаскивать грязь. Дополнительный шкаф в этой прихожей даже поставить некуда. А можем ли мы с этим что-то сделать? Мы можем убрать перегородки, которые граничат с гостиной и гостиную сделать поменьше. Но зато сделать прихожую побольше. И это надо сделать. Потому что здесь прихожая абсолютно идиотская. Так делать нельзя. Но так сделали. Идем дальше. Дальше то ли коридор, то ли холл. Здесь что делать-то вообще вот в этом темном пространстве, который далее превращается в коридор? Друзья, 9 квадратных метров бесполезного пространства, бесполезного. 9 метров в этом жилом комплексе, Ленина 8, я напоминаю, стоит 100 тысяч рублей, даже больше. Вы миллион просто выбрасываете за бестолковость проектанта. Миллион просто вы заплатите за тупость этого человека. Простите, что я так жестко, ребята, но так делать нельзя. Получается гостиная какой-то нелепой формы, какой-то г-образной фигурой, в которой дизайн-то сделать по-нормальному будет сложно. Потому что комнаты должны быть правильной геометрической формы. Для того, чтобы расставить мебель правильно и по осям. Как вы расставили мебель? Опять угловой диван и опять в угол. Так делать нельзя. Диван должен стоять свободно. Почему? Потому что мы должны освободить углы, чтобы воздух гулял вокруг этих диванов, чтобы пространство визуально казалось больше. Почему? Потому что воздух появится. Но поставьте прямой диван. Но добавьте к нему пару кресел. Будет все хорошо и красиво. Если вам это не вдомек, посмотрите сайты знаменитых дизайнеров. Хорошо, лень искать вам сайты знаменитых дизайнеров. Посмотрите мой сайт. Посмотрите, как мы расставляем мебель. Это же не сложно. Мне кажется, ребенок с этим справится. Абсолютно нелепая планировка. Дальше спальня. Здесь вообще феерично. Заходим в спальню и сразу, сразу же натыкаемся на торец шкафа. Это что, красиво? Когда вы заходите в комнату, вы должны заходить на красоту. Понимаете? На красоту. А не в торец шкафа. Напротив шкафа стоит одинокая кровать. Вроде бы и комната 16 метров. А двери расположены так. И на балкон в том числе. Что по-другому мебели не расставить. Однако, как она расставлена сейчас, это абсолютное убожество. Добавить больше нечего. Даже шкаф вы больше поставить не можете. Потому что, если шкаф вы будете увеличивать, то этот шкаф упрется с одной стороны во входную дверь. С другой стороны в балконную дверь. Хватит вам этого шкафа? Сомневаюсь. Вещей-то сейчас много. А гардероба нет. Зато напротив кровати есть ванная. И опять, вы посмотрите, какая милипусечная раковина. И она зажата в угол. Друзья, так делать вообще, это поражает. Ха-ха-ха-ха-ха. Я больше не могу. Тише. Представьте, что вы заходите в тоннель шириной 60 сантиметров. И в конце этого тоннеля раковинка. Ну, то есть, зубы вам чистить нужно будет вот так. Взять щетку. И вот так вот. Вот так вот. Потому что отсюда-то некуда. Там стена. Это как можно было так сделать? Я вообще не понимаю. И напротив входа унитаз. Вот что красивого в унитазе? Ну, почему раковину не сделать напротив входа? Я же говорю, заходим на красоту. Зачем унитаз? А если закрыться? Затом ты сидишь на унитазе, дверь перед тобой открывается. И тот, кто лежит на кровати, смотрит на восседающего. Думающего. Человеку. Тут бумаги нет, милая. О-о-о. Не принесешь рулончик? Милый? Да, да. Просто приоткрой дверь и пни ее ко мне. А, знаешь, Нед, все оказалось немного сложнее. Следующая. Детская комната, по всей видимости. Слушайте, зато в детской комнате есть гардероб. Представляете? В детской есть большой гардероб. А под саму детская вот столько места оставили. Вот где кроватка стоит и маленький столик. Что это такое? Ребята, детям нужно пространство. Вы понимаете, пространство им нужно для игр, для того, чтобы друзей привезти, в Нинтендо поиграть и во что там сейчас играют. Почему такая комната? Поменяйте их местами. Кровать поставьте в эту маленькую штуку и оставьте гардероб. А вот ванна, которая рядом, сделайте ее хозяйской ванной и у вас получится настоящая нормальная мастер-спальня. А детская пусть будет большого размера. Вот хотя бы это сделайте. Уже выиграет ваша квартира и она будет комфортней для проживания нормальной семьи с одним ребенком. Хотя 105 квадратных метров для семьи с одним ребенком что-то многовато, мне кажется. Ну, у каждого свои вкусы. Я просто по себе меряю, мы сейчас живем в квартире 100 метров, даже меньше, 96. У нас две детских, одна спальня и общее пространство. И в принципе все компактно и все влазят. Главное правильную планировку сделать, понимаете? А здесь комнат уже не добавить. Все, приехали. Итак, можно ли с этим что-то сделать? Эта квартира свободной планировки или не свободной? Давайте посмотрим. Кухню увеличить мы не можем, потому что слева от кухни вент шахты, которые трогать мы не можем. Значит, налево кухню мы увеличить не можем. А можем ли мы вниз кухню увеличить? Нет, не можем. Потому что там жилая комната, а за счет жилой комнаты кухню увеличивать нельзя. Ну и в коридор, естественно, мы тоже кухню не потащим. Это же коридоры прихожая. Мы же вход перекроем. Поэтому кухню мы изменить не можем. Можем ли мы изменить гостиную? Нет, не можем. Мы можем ее только уменьшить, сделать ее меньше. Ради того, чтобы хоть чуть-чуть более-менее нормальную сделать прихожую нормального размера. А можем ли мы сделать что-то со спальными комнатами? Нет. Потому что у спальни, которая родительская, справа балкон, который мы не можем присоединять к жилому пространству. Можем, но незаконно. А слева, там ванная комната, за счет которой мы не можем увеличивать спальню. И ванную комнату мы увеличить не можем. Потому что справа спальня. За счет жилой комнаты ванную увеличивать нельзя. Мокрая зона. Можем ли мы за счет коридора увеличить ванную? Можем. Но тогда мы перекроем два входа. И в спальню, и в детскую. Получается, что ничего мы не можем. Ну и объясните мне, какая здесь свободная планировка. Вот мне, дураку такому, объясните. В чем свобода? Друзья, мы ограничены не только законами и мокрыми зонами. Мы еще несущими конструкциями ограничены. Посмотрите, сколько их здесь. Они же пронизывают всю квартиру. Но не так все безнадежно, друзья. Можно делать более-менее нормальную и удобную планировку. Могу рассказать, как. И я это делаю. На своих курсах в школе сурового практика мы учим, как делаются планировки. Более того, я помогаю делать планировки. И все, кто приходит учиться. А кто ко мне приходит? Те, кто делает для себя дизайн. Кто хочет сэкономить деньги на дизайнере. Кто хочет сам научиться делать дизайн. И, возможно, в будущем сделать это своей профессией. Он приходит ко мне на курсы. И мы с азов начинаем учиться. И в том числе учим, как делать планировку. Что нужно учесть. О чем подумать. Как можно подвинуть. А как нельзя подвинуть. И в итоге у нас получаются идеальные планировки. Это те знания, о которых даже не догадываются застройщики. Иначе они бы не рисовали такие смешные картинки. И не запихивали бы раковины вот в такие углы и тоннели. Друзья, над этим все ржут. Вам не стыдно, проектанты? Но все дизайнеры ржут над вами. Вы хоть нормально планировки делать научитесь. А лучше приходите ко мне. И я вас научу. Ну или заказывайте. Я вам все сделаю. Да пребудет с вами муза. Двухкомнатная квартира. Площадью 80 квадратных метров. Площадью 70 квадратных метров.